Из верёвки и из палок мы можем сделать себе вот такое удобное место для отдыха. То есть это может быть либо стол, либо какие-то лавочки, на которых можно сидеть. Научись вязать узлы, и ты сможешь смастерить мебель для пикника из подручных материалов. Этими и другими навыками в непринуждённой обстановке делились со школьниками организаторы первой в городском округе экологической вечеринки. Она состоялась в выходные в центре «Навигатор». Одно из условий участия в окопате – принести с собой ненужные, но хорошо сохранившиеся игрушки, книги, одежду и даже корм для животных. Здесь они быстрее всего обретут нового хозяина. Можно мне, пожалуйста, льва вот этого вот? Так, а зачем? Я буду на неё смотреть, и она будет меня очень сильно радовать. И ей будет всё равно лучше сидеть у меня, чем где-нибудь на помойке. Согласно. Аргументно. Сегодня у нас здесь собрались игрушки, которые вдруг стали не нужны. Но мы решили дать им вторую жизнь. Менять одну игрушку на другую организаторам показалось скучно. И они предложили ребятам, участникам проекта «Юные защитники природы», за них побороться, сочинить сказку с добрым концом и, желательно, на тему бережного отношения к природе. Чтобы получилось больше красивых игрушек, юные экологи добывали эковалюту, выполняли несложные задания с предметами и одеждой. Из юбочек, кофточек, джинсов и всевозможной бижутерии щелковский стилист Ксения Сапотова создала визуальную гардеробную. Все принесли сегодня мешки, мы их разобрали, аккуратненько повесили. И сегодня я даю вторую жизнь этим вещам, подбирая деткам новые образы. Кому-то мы меняем лишь часть образа, а кому-то подбираем полный образ. На смелый эксперимент по смене собственного стиля согласилась участница команды Алина. Какая идея? Сделать немножко, поиграть с многослойностью, одеть брючки, футболку либо рубашку и сверху одеть вот такой вот овер-свитер. Пока одни члены команды искали новый образ, другие разбирались в тонкостях производства материи для одежды. На вечеринке ребята узнали, что из мусора можно сделать деньги и направить на благотворительность. Этим занимается в Щелкове и других городах благотворительный фонд «География добра». Мы собираем картон, пластик, различные фракции. Все это дело отправляем на переработку. И те деньги, которые идут с переработки, пройдут на лечение девочки Марьям. У нее ДЦП. Все, что вдруг стало неинтересным или ненужным, можно принести вот на такие слов вечеринки. Просто принести и оставить. Здесь она найдет нового хозяина и кому-то обязательно станет полезной. Очень важно детям рассказывать о том, что вещи нужно потреблять разумно. И что это касается не только вещей, одежды, но также и игрушек и различных вещей для рукоделия. Даже я не удержалась и нашла вот такого замечательного дракончика для своего сына. В финале на подиум вышли девушки. Те, кто в начале игры решился на смену имиджа. Идея с одежды удалась. У модниц поднялось настроение. Накопленные к валюту ребята потратили на игрушки. Многое из того, что молодые люди принесли с собой, оказалось нужным. А значит, эти вещи попадут в мусорный контейнер еще не скоро. Михаил Налетов, Челковское телевидение. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ